Меня зовут Данилов Юрий Николаевич, я занимаюсь изучением перепончатокрылых насекомых и конкретная группа которой я занимаюсь это роющие осы. Ну что хочется сказать, что осы вообще это такая большая несистематическая группа. Всем известные общественные осы, которых все привыкли видеть, например по оси немного, это складчатокрылые осы. То есть вообще различают кроме того еще дорожных ос, сколиевых ос, блестянок и роющих ос, которые представлены в этих коробках. Вот это конкретно объект моего изучения. Фауна, систематика, все что с этим связано. Роющие осы также представлены несколькими семействами. Это, например, семейство Сфицида представлено. И вот в соседней коробке, здесь семейство Краброниды. Вот семейство Сфицида, вот эти вот изящные оски тоненькие, это вот конкретно объект моего изучения. Как и большинство других ос, роющие осы, сами взрослые осы питаются на цветах. Они питаются нектаром. А для своего потомства, для личинок, они охотятся, то есть добывают животную пищу, в отличие от тех же пчел, которые выкармливают свое потомство медом, ну то есть нектаром и пыльцой. Так вот осы, осы являются охотницами. Роющие осы это одиночные осы. Они, как следует из их названия, они роют норки в почве. Многие роющие осы делают гнезда в земле. Другие виды приспособились делать гнезда в древесине, в стеблях трав. Некоторые делают гнезда из глины. Охотятся роющие осы в основном на насекомых, на других, а также на пауков. В чем же заключается работа? В общем, первый этап это исследование в полях. Мы выезжаем в экспедиции, отлавливаем. Я, в частности, ос. То есть для этого используется сачок, либо специальные приспособления, ловушки. Это ловушки малеза, так называемая палаточная ловушка. В общем, собрав материал, в лаборатории производится обработка его, накалывается материал весь на энтомологические булавки. Этикетируется обязательно, то есть этикетки, где поймано, когда, кем. Потом раскладываем все по коробкам, по энтомологическим. Ну, а дальше уже следует процесс лабораторный, то есть изучение по бинокулярам смотрим, морфологию, то есть чем они отличаются. И в части случаев какие-то экземпляры необычные попадаются. Смотрим и сравниваем с уже изученными. При этом попадаются виды не описанные. Производим описание, публикуем. И вот в коллекциях тут даже вот есть несколько новых видов. Вот здесь в коллекционной коробке представлены новые, недавно описанные виды. Вот, например, вот эти. То есть здесь вот они снабжены красными этикеточками определительными. То есть на них подписано название этого вида. Вот конкретно этот вид новый называется Пальмодес гесарикус. Он описан из Таджикистана. И интересно в этом случае то, что ранее такие экземпляры, они уже ловились. То есть это не некоторые из них не нами пойманы. Их определяли совсем как другой вид. И конкретно изучив все это дело, я пришел к выводу, что это новый вид. Ну и соответственно сделал описание. То есть он, как оказалось, очень хорошо отличается от близких видов. Ну и не и не угодно. Жеем уже ближе! Без сих пор 2000an. Ага! Без сих пор 2000ан. Продолжение следует...